друзья всех приветствую на своем канале татьяна татьянин день многие меня спрашивали как поживает мой гриб если вы помните месяц назад я где-то его приобрела в магазине фикс прайс вот в такой упаковочке он у меня продавался и мы с вами его заправляли в банку вот уже прошел целый месяц гриб мой живет мы его пьем все отлично он уже нарастил свою толщину и бы наверное пришло время сейчас его промыть и заправить заново вот этим сейчас я займусь чтобы он и дальше продолжал у меня существовать вот этот напиток который там остался я его выливать не буду а он послужит нам заправляющей средой для следующего газированного напитка вот в таком состоянии он не должен находиться ему надо подливать водичку и заправлять его заново он должен разрастаться и вырабатывать газированный напиток до бесконечности он может существовать если за ним правильно ухаживать но как за ним ухаживать вот сейчас я буду его промывать или заправлять заново в кружку я солью остаток вот этого раствора оставлю его для заправки сам гриб я выловлю вот он ой у меня тут заслоился саму банку я сейчас промою мы пока посмотрим что у нас здесь есть вот это вот ребят это вот сам гриб маленький который маленького диаметра который был вот в этой вот упаковке вот он я конечно с ним ничего делать не буду оставлю вот так как есть ну промою конечно вот это вот всю грязь с него сниму но у меня же появились еще блинчики посмотрите у меня появились новые блинчики вот совсем молодой еще один а еще один отслоился вот какой ты тут наверное я удалю выкину а эти пусть живут так аккуратненько промою и и обратно отправлю в банку лучше конечно это делать под проточной водой так баночка чистой готова чай я заварила сюда добавлю 3 столовые ложки сахара сахар должен полностью раствориться потому что если сахар не растворится и он попадет на тело гриба гриб может заболеть нам надо чтобы сахар полностью был растворен чтобы не осталось ни одного кристаллика сахара банка чистая у нас готова здесь у меня литр кипяченой воды сюда я выливаю подготовленную заварку с разведенным сахарным песком водичка теплая вот этот раствор с разведенным сахаром и заваркой я заливаю в банку нашу чистую желательно чтобы она была не выше плечиков потому что у меня гриба начал уже принимать размер диаметр вот этой банки и остается мне только в том же направлении как и было пустить гриб вот смотрите такая медузка я опускаю и сюда мы добавляем еще вот этот раствор и вот эти молоденькие тоже отправляю туда сверху расправляем их надо расправить чтобы он лег аккуратно вот он лег по диаметру банки ну и второй я тоже туда отправлю у него вот этого блинчика одна сторона шероховатая другая гладкая вот гладкой стороной он должен быть сверху все вот и все заправила я гриб как понять комфортно ли ему здесь в этой банке или нет если он не опускается на дно значит все нормально если гриб опустился то ему чего-то не хватает но так как у нас там есть немножко его состава немножечко его уксусной вот этой кислоты я думаю ему будет там очень хорошо осталось только накрыть его опять чистой марлечкой накрываю банку резиночкой все и мой чай готов чайный гриб готов нельзя плотно закрывать крышкой надо обязательно чтобы была дышащая ткань сверху салфетка или несколько слоев марли бинтик можно сложить несколько слоев чтоб чайный гриб жил долго и работал нам к ним за ним конечно нужен уход камбучу помещают только в готовую заварку растворенным сахаром и делают эту заварку из кипяченой воды сырую воду добавлять нельзя там очень много содержится солей всяких и это нам ни к чему и еще одно правило нельзя сыпать на вот этот вот сам блинчик медузку нельзя сыпать сахар нерастворенный он заболеет будут частички прилипнуты грибу и останутся ожоги будут такие темные некрасивые пятна это ожоги и он может заболеть затормозить свой рост он может еще от того что может быть очень крепкая заварка вот у меня не очень крепкая нельзя помещать в горячую воду как я уже говорила не подходит сюда ароматизированные чаи или фрукты какие-то с добавками ну лучше использовать крупный листовой обычный чай периодически его надо промывать но летом промывает его чаще потому что все таки тепло и а зимой пореже и еще его нельзя ставить на солнечный свет он должен стоять где-нибудь вот при комнатной температуре где-то так чтобы прямые солнечные лучи на него не попадали ну тут основные какие-то правила обычные ничего тут такого сложного с ним нет это надо за ним следить если у него изменился цвет стал бурый какой-то или он опустился на дно это плохой признак его значит надо реанимировать как-то его надо промыть и заправить новую заварку и заправить будет он дальше жить и развиваться будет дальше вас радовать когда промываете его не забывайте оставить пол стакана или стакан вот этой закваски жидкость оставить в качестве закваски чтобы дать ему почувствовать свою среду сколько сахара брать и тоже по-разному все говорят вот в этой упаковке было написано что 5 столовых ложек сахара но для меня это очень сладко поэтому я сейчас положил три столовой ложки думаю нормально будет вообще вот этот чайный гриб или камбуча как его называют его же выращивают и хранят дома ради целебного напитка полезные свойства этого гриба даже описано вот на эту упаковочке при болезнях с печенью желчными пузырем желчеводящими путями пьют полстакана напитка перед едой за полчаса также чайный гриб используют для лечения гипертонии при простудных заболеваниях ангинах головных болях он справится с недугом напиток чайного гриба хорошо снимает даже похмельный синдром ну так гриб то хороший его надо держать дома постоянно думаю а вот отделились у меня два два блинчика уже я могу их просто сейчас они немножечко наберут еще в толщине своей и я пересажу во вторую банку потом в третью это закончилось тот начал действовать и так постоянно у меня будет мой чайный гриб действие это все в принципе вот и весь уход за ним ухаживать за чайным грибом надо обязательно конечно постоянно а если какое-то время он вам не нужен например зимой мы редко к нему как бы обращаемся бывает и не хочется его пить то можно поставить его на на паузу как так сказать отправить хранится он куда-нибудь в прохладное место а через время когда настанет необходимость вот эту камбучу опять промыть залить новой заправкой и он снова начнет действовать но он начнет работать и нас радовать я думаю подробно объяснила что к чему заводите себе дома обязательно такой чайный гриб это фабрика витаминов он очень полезный польза от него есть огромная и желаю всем добра и удачи пока пока если будут вопросы пишите всем отвечу с вами татьяна канал татьяна день пока пока